Рабочая поездка губернатора Ярославской области началась с прогулки по парку Победы. Реконструкция здесь началась еще в прошлом году, но основные изменения произойдут в 2020-м, в год памяти и славы. Территорию разделят на три основные зоны, одна из которых мемориальная. Здесь появится аллея славы. Здесь будут высажены деревья туи, отделяющие зоны между собой и середине. И будет посажена ель для празднования Нового года, как в том числе. И в этом же году, уже не в счет тех средств, которые будут выделены по программе «Решаем вместе», уже за внебюджетные средства мы на этой зоне, где стоит у нас танк, будут выставлены 12 стендов, посвященных Великой Отечественной войне, в счет празднования 75-й Победы. Также здесь появятся парковые и спортивные зоны. Территорию расширят за счет невостребованной дороги, часть которой отдадут под парковку. Коррективы в план обустройства внесли и местные жители. Может быть какие-то пункты торговли, питанием, кофе, еще что-то? Вообще, да, магазинов здесь рядом нет. Мы приходим когда летом попить дети, хотя, допустим, забыли с собой взять. Надо идти очень как бы так прилично. Вот не хватает, да, здесь ларька. Ну, то есть здесь необходимо оборудовать какими-то дополнительными точками питания, легкими. Да, легкими, да. Проблема с водой в Переславле и на более высоком уровне. В планах на ближайшие три года превратить профильный цех в современный комплекс. В графе капитальный ремонт системы водоснабжения и водоведения уже больше 50 лет стоит прочерк. Вот как должны выглядеть насосные станции и очистные сооружения, а вот как выглядят на самом деле. Их износ составляет уже больше 90%. Ну, конечно, состояние удручающее. Здесь полностью хорошая гидроизоляция. Уже сам песок удается. То есть полностью надо демонтировать, да, практически? Да, восстанавливать гидроизоляцию, восстанавливать подающие трубы. Уже гранитную крошку и квадратный песок на засыпку уже чистый. Коммунальные вопросы интересовали главу региона больше всего. Поэтому следующей точкой стал один из 14 центральных тепловых пунктов. Все 96 километров сетей нуждаются в модернизации. Цена вопроса 45 миллионов рублей. В планах завершить все работы уже в этом году. В прошлом году были выделены первые 50 миллионов рублей по областной субсидии. Мы достигли достаточно интересных результатов на сегодняшний день. То есть подпитка уменьшена в 4 раза. Количество аварийных ситуаций значительно снижено. Напоследок Дмитрий Миронов заглянул в Переславский IT-куб. Центр цифрового образования для детей открыли в прошлом году благодаря федеральной поддержке. Уже сейчас здесь занимается больше 400 ребят. Дошкольники управляют роботами пока только с помощью рисунков. Но те, кто немного старше, уже освоили программирование на компьютере. Опыт ребят из Рыбинска показывает, что такие классы, такие места, они достаточно востребованы. И на сегодняшний момент дети с удовольствием и уже такие взрослые ребята приходят сюда и в каких-то моментах свой опыт передают. Они получают что-то новое и сами вкладывают огромный вклад в развитие передовых технологий. Поездку губернатор закончил партией в шахматы с одной из воспитанниц центра. Настрой соперницы был серьезен. Глава региона уступил победу даме. Софья Кременецкая, Денис Ромашов. День события.